Братья и сестры, Христос Воскрес! Слава нашему Господу! Слава Господу, что мы сегодня, может быть, на этом месте. И сегодня брат сказал, что это те служения, которые желала душа наша. Этот год необычный был, необычный для всех нас. Я хочу вас всех сердечно благодарить, что вы молились обо мне. Я сегодня с вами. Слава нашему Господу! Потому что Господь многомилостивый, долготерпеливый, но и строго и взыскывающий. Вы знаете, что этот год принес очень много разных перемен. Пусть Господь поможет нам вникать в Слово Божие, вникать в себя, в учение, заниматься всем постоянно. Это очень важно. Сегодня братья сказали мою проповедь. Все сказали, но я чуть-чуть еще повторюсь, может быть, чуть дополню их мысли. Но братья, так сегодня усердно нас приглашали верить в Слово Божие, верить в Бога. Жить для того, чтобы Слово Божие, оно возрастало в жизни нашей. Вот сегодня я хочу напомнить такое, хочу говорить сегодня такую интересную мысль. Я буду говорить, думаю, коротко, потому что время уже выходит. Но хочу говорить об обетовании, об обещании Господнем. Это очень большая тема. Эту тему можно говорить очень много. И вы знаете, что как важно, когда Слово Божие касается сердца. Вы знаете, я вот в жизни своей переживаю такие моменты. Вот бывает, Слово Божие читаешь, много читаешь. Да, я давно память знаешь, прочитал, и все нормально. Но вот бывает, коснется Слово Божие, и вот это Слово, оно в сердце, оно возрастает. Ты о нем думаешь, ты читаешь, ты шукаешь подобное место, ты рассуждаешь. Вот такое бывает в жизни. Это не всегда. Но вот такое бывает. И это очень важно, когда ты, вот это Слово, оно посеяно и приносит плод. И думаешь, ну да, мы все знаем, мы же такие верующие, мы уже всю жизнь верующие, и можем друг друга научить и наставить, и все. А вот когда вникаешь в Слово Божие, думаешь, Господи, еще то, не то, и то. И думаешь, Господи, а почему так? Вот обетование Божие. Что такое обетование? Это обещание. Господь даровал обещания очень много, очень много, и есть условия для обетований. Я буду немножко прочитывать Слово Божие, пусть Господь благословит. Ибо все обетования Божьи в нем, да, в нем, аминь, в славу Божию через нас. Это написано, Галатам написано, «Но Писание всех заключило под рехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа. В нем и вы, услышав Слово истинное благословение вашего, спасение и веру, что в нем запечатлены обетованным Святым Духом». Видите, что Слово Божие говорит, чтобы мы имели веру. Чтобы вот эти обетования, которые Господь по нашему призванию, когда Он нас призвал, когда мы услышали Слово Божие, когда мы ее приняли верою, чтобы эта вера возрастала в сердцах наших, чтобы вера приносила плод Господу. Если это мы будем иметь, то мы будем иметь жизнь в Господе, тогда мы будем надеяться на Господа, тогда мы будем полагаться на Господа, и тогда легко нам будет идти в жизни. Потому что, когда приходят трудности, проблемы, переживания, и очень трудно, очень трудно, мы своими силами, это я говорю себе, своими силами хотим доказать, хотим добиться, хотим что-то сделать, победить то, что у нас бывают проблемы в жизни. А вот когда мы возлагаем надежду на Господа, когда мы идем с Богом вместе, я наблюдал в жизни своей, переживал в жизни, когда уже мои желания, мои возможности кончаются, думаю, Господи, ну как будет дальше? Как будет дальше? И когда Господь ведет, тогда легче. С Богом легче. Мы смотрим на примере народа израильского, когда Бог по обетованию сказал им, что выведет из земли египетской в ту обетованную землю, они согласились. Они согласились, они вышли, но не так просто было. Такое большое количество людей, Бог изменил их желания, изменил их жизнь, изменил образ жизни, трудности, пустыня, переживания, и немногие из них вошли в ту обетованную землю. Почему? Потому что по неверию. Потому что вроде они жили в рабстве, вроде было и трудно им все, но когда они вышли из этого, они возроптали, возроптали. Они захотели чеснока, захотели мяса, захотели того, что-то хотели, хотя Бог их благословлял, Бог их вел своей рукой, и это захотели. Они отступили от Господа. Вы знаете, в жизни нашей так же бывает, когда нам бывает все хорошо, и даже вот такое время, благоприятное время, когда, можно сказать, что все мы живем хорошо, даже очень хорошо. Я вам скажу, что даже не мечтаю лучшего. Даже не мечтаю. Если кто-то спрашивает, вот что ты хочешь? Я говорю, не мечтаю лучшего. Вы знаете, что живем мы все хорошо. Есть, что кушать, есть, что пить, есть во что одеться, есть на чем ездить, и жилье, и все есть. И здоровье, по милости Божьей, тоже есть. А даже если какие-то проблемы, то с Господом легче, друзья дорогие. Но как бывает в жизни нашей? Негатив. То не так, тот не сказал не так, тот пришел одетый не так, тот что-то не так. И вот это в жизни нашей, оно разыгрывается. И когда я пристаю пред Господом, я пустой. Я пустой. И те обетования, которые Господь даровал в жизни нашей, они остаются со стороны. Да, я защищаю истину, я там, может быть, и проповедую, я, может быть, и молюсь, и хожу на ночные молитвы, и все, и вроде бы и бодрый, и все. Но когда вот это в жизни, вот это в нашей, я вот заметил, когда вот это нас постигает, это маленькое такое, ну, недовольствие. И вот такое было в народе израильском. И оно разыгралось, они говорят, давай вернемся обратно. Вернемся. Куда? В рабство, туда, где было тяжело. Все одно не смотрели на что. И так вот бывает, мы так же в жизни нашей расшаровываемся в жизни своей. Что-то хотим, даже бывает, и не знаем, что хотим. Ну, может быть, это у вас такого нет, это у меня так бывает в жизни. Потому что жизнь, семья, дети, окружающие, все. И думаешь, вот так хотел, так хотел. Дальше вот такие бывают в жизни. Когда мы возлагаем надежды на Господа, то Господь нам помогает. Я сегодня призываю нас всех, чтобы мы возлагали надежду на Господа, укреплялись в Господе, жили верою, чтобы вера приносила плод нам, нашему Господу. И написано, что «Ибо им, ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы, слово слышанное, нерастворенное верою слышавших». Вы знаете, это очень важно. Слово Божие, услышавшее растворенную веру слышащих. Вот меня, тебя, каждого, услышав Слово Божие, растворить его верой, принять верою и жить верою. Чтобы, приходя от веры в веру, от силы в силу, чтобы мы имели жизнь в себе. Друзья мои, дорогие, когда мы, я думаю, что каждый ощущает, бывает пришел на собрание и ушел в собрание. Ну так, а бывает пришел на собрание, и ты ожил. Слово Божие коснулось тебя. Благодать Божия сегодня на всех одинаково действует. Ну как я это воспринимаю? Пусть Господь поможет нам. Бывает, что у нас не хватает силы, бывает страх какой-то овладевая, страх человеческий. Я не говорю о страхе Божьем, это другая тема, а вот страх человеческий. Мы сейчас переживаем такие движения, люди движутся, переезжают туда-сюда. И верующие люди также переживают вот эти какие-то движения, какие-то переживания. Они действуют на нас, и мы не знаем, как правильно. Но Слово Божие говорит, предай путь Господу. Дорогие братья и сестры, если мы предадимся Господу в руки Божьи, Господь нас благостит, Господь поможет. В любых ситуациях, в любых трудностях, я так даже понимаю, что если я и хочу где-то уйти от того, что Господь хочет меня испытать, ну, не всегда так получится. Я думаю, что если Господь хочет меня испытать, Он найдет место, представит обстоятельства, в которых Он хочет меня испытать. И Яков говорит, с великой радостью принимайте, братья мои, когда упадаете в различные искушения. В жизни нашей постигают различные искушения, различные испытания. Знаешь, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение. Терпение – это не дар. Терпение – это плод. И вот эти вещи, интересные в христианстве, они, как я думаю, плод и дар. Что такое плод, а что такое дар? Дар – это от Господа. Дар – есть там 9 даров, а всяких 21, по-моему, даров есть, это пророчество, это вешевательство, там, знаем, есть такие 9 даров. Это знаем. А дар – дар. А плод – это плод Духа. И апостол Петр говорит, «То вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей добродетель, добродетель и рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпения, в терпении благочестия, а в благочестии братолюбия, а в братолюбии любовь». Терпение нужно вам. Терпение – это очень важно. Это плод. Это плод. Проявить терпение в жизни каждого из нас – это я… Бывают такие моменты, ну, нужно как-то вырабатывать, вот хочется что-то сказать, хочется что-то сделать, или что-то не так, как я понимаю, а вот нужно проявить терпение. Терпение, Слово Божие говорит, терпение нужно вам, чтобы исполнить волю Божию. Вы знаете, чтобы получить те обетования, нужно терпение. Терпение нужно, потому что в жизни бывает разное. Бывают скорби, бывают болезни, бывают переживания. Вот я молюсь, Бог обещает, Бог сказал, Бог пообещал. Бог должен так вести. А вот терпение нужно вам, чтобы исполнить волю Божию. Я еще раз повторюсь. В рассудительности воздержания, в воздержании терпения, а в терпении благочестия, а в благочестии братолюбия и любовь. Это очень большая-большая тема. Это вся жизнь наша христианская. Это весь возраст наш. Если мы будем, это есть и умножается, есть и умножается, дорогой брат, дорогая сестра, посмотри в свое сердце. Как твой плод духа, какой он растет, или он на месте стоит, или, может быть, он еще стоит на месте. Дорогие друзья мои, это наша жизнь христианская. Жизнь так быстро проходит, жизнь так быстро проходит. И просто, я вот смотрю, уже много моих друзей в этом году не стало. Слава Господу! Это исполняется Слово Божие. Это к тому, что мы стремимся. Пришло время, переход. Друзья мои, но пусть Господь поможет нам. Это исполняется обетование Божие. Господь нас призывает. Пусть Господь поможет нам исполнить волю Божию. Я еще хотел обратить внимание на обетование. Обетование есть, я их разделил на три вида. Значит, я их прочитаю. И сказал Бог, вот знамение завета, которое я поставлю между мною и между вами, и между всякой душой живущей, которая с вами в роды навсегда. И полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знамением завета между мной и между землей. Это одно обетование, которое не требует нас ничего. А вот остальные, второе обетование говорит, телесные упражнения малополезны. Это на земле. Телесные упражнения малополезны. А благочестие на все полезно, имея обетование в жизни настоящей и будущей. Благочестие. Благочестие – это наша жизнь. Благочестие – презирать сыр и тудов. Я так раньше рассуждал, это такая тема, я много рассуждал над этим вопросом благочестия. Думаю, оп, сыр и тудов, это нормально, но это одна только часть. В благочестии есть много частей. Если когда-то Господь позволит, может быть, можно будет и говорить, но пусть Господь поможет. Благочестие – это вся наша жизнь. Это вся наша преданность Богу. Вся наша преданность Богу. Всесторонняя должна быть преданность Богу. Она полезна в этой жизни и в будущем. Пусть Господь благословит. Хорошо. Праведник верою жив будет, а кто поколеблется, неблаговлит тому душа моя. Причем по обетованию мы ожидаем нового неба и новой земли, на которой обитает правда. Хочу обратить одно маленькое внимание еще. Почитай отца и мать – это первый заповедь с обетованием. Добудьте благо и будешь долголетен. Я чуть-чуть еще хочу сказать. Когда-то я был в Венеции, на Украине жили, и подходит ко мне один брат, у него умерла жена, молодой, осталось пять деток. И так две слезы у него так в ряд потекли. И говорит, Павел, скажи мне, почему Господь забрал жену у меня? Я исполнил заповедь, я выполнил заповедь обетования, почему Господь забрал жену? Я вам честно скажу, я вот так сделал, шаг назад. Я не знал, что ему сказать. Потом встал и говорю, Витя, молись Богу. Его уже нет. Это в Венеции нас было, только я, слушай, молись Богу. Один Господь только может тебе помочь. Не знаешь планов Божьих, не знаешь почему. И в этом нельзя остановиться. Терпение нужно вам, чтобы исполнить волю Божьей. Дорогой брат, дорогая сестра, если сегодня тебе приходит такой кризисный момент, скажи Господу. Один Господь может тебя утешить. Один Господь может поддержать, укрепить тебя. Мы люди на земле, мы такие, что я могу ему помочь? Что я могу сказать? Чем я могу утешить? Один Господь. И вы знаете, что когда мы идем к Господу, получаем утешение. Пусть Господь поможет нам принять те обетования верою. И все вы во Христа крестившие, во Христа облеклись. Если во Христа, то вы всеми Авраамы по обетованию наследники Божьи. Мы наследники. Пусть Господь поможет. Пусть мы будем опасаться, чтобы когда еще оставшиеся обетования, войти в покой Его, не казаться, кто из нас, из вас опоздавшим. Друзья мои, чтобы нам не казаться опоздавшим. Мы видим там пример сегодня, братья говорили за этих дел неразумных. Они знали, понимали, что нужно масло, все, но пришло время, и они опоздали. Пусть Господь поможет, благословит. Время вышло, будем молиться, будем искать Господа, чтобы эти обетования в жизни нашей мы приняли верою и исполнили волю Божию в терпении. Аминь. Халлилуйя! Слава Иисусу! Слава Иисусу!